Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иван. На этом канале я рассказываю о секретах работы в Outlook, о разных компьютерных хитростях, делаю разнообразные технологические обзоры. Сегодня я хочу рассказать вам о таком секрете в PowerPoint, как автоматическая смена слайдов. Для чего это бывает нужно? Мы все знаем, что PowerPoint позволяет делать презентации, показывать их в полном экране, и обычно спикер переключает, либо мышкой, либо нажатием на кликер-презентер, слайды меняются. Но бывают случаи, когда на выставках или в каких-то общественных местах нужно на экране транслировать презентацию автоматически, в зацикленном режиме. И вот в этом случае возникает вопрос, а как же сделать так, чтобы слайды менялись автоматически, без участия человека? Поехали! Итак, друзья, PowerPoint. PowerPoint – это отличная программа, давайте ее запустим. Применяется для создания презентации, это вам всем известно. Давайте узнаем о том, как же нам настроить автоматическую смену слайдов, без нашего участия. Вот я специально тут скачал маленькую презентацию, вот она из сайта шаблонов. Вот у меня есть три слайда красивых таких, да, это шаблон. Я хочу, чтобы у меня появилась возможность демонстрировать их без моего участия, без кликов, чтобы слайды менялись автоматически. Что для этого мы должны сделать? Для начала мы переходим в пункт «Слайдшоу». Слайдшоу, да, и здесь есть кнопочка «Настройка слайдшоу». В этом настройке слайдшоу мы выбираем пункт «Автоматический полный экран». Здесь, как вы видите, сразу перескочило, да, сручную на по времени. Здесь есть некоторые опции, которые можно проставить, но самое важное нам здесь переключить на «Автоматический». Здесь можно выбрать монитор, да, если вы несколько мониторов используете, или внешний монитор у вас подключен, или какой-то экран типа плазмы, или внешнего телевизора по HDMI, здесь можно выбрать его. Соответственно, нажимаем здесь дальше «Ок». Теперь мы должны перейти на вкладку «Переходы». Здесь мы выбираем, какой переход мы использовать хотим для смены слайдов. Например, вот пусть будет случайный. Случайный переход будет выбираться. Мы нажимаем здесь «Применить ко всем», чтобы переход этот применился ко всем слайдам нашим. А вот здесь мы хотим выбрать автоматическую смену слайдов. Сейчас стоит по щелчку. Вот эта длительность, она относится к длительности перехода, не к длительности слайда. Мы выбираем автоматическую смену слайдов. Вот видите, после перехода к следующему слайду, после определенного числа секунд. Ставим эту галочку. И вот здесь вот в верхней стрелочке выбираем, через сколько секунд будет меняться слайд. Ставим 3 секунды. Поставили 3 секунды, но что я забыл? Я забыл, что нужно выбрать все слайды. То есть нужно вот здесь вот, в этой области, нажать Ctrl-A и выбрать все слайды, чтобы они были выбраны. И только в этом случае мы ставим галочку и выбираем здесь 3 секунды. Тогда это будет зафиксировано. Давайте проверим, как это работает. Нажимаем кнопку «Трансляция презентации», «Слайд-шоу». Смотрим, что появилось. Итак, первый слайд, 3 секунды. Второй слайд, 3 секунды. Третий слайд. Видите? И на самом деле у нас слайд-шоу закольцовано. Это как раз то, что нам нужно. Итак, вот собственно мы настроили наше автоматическое слайд-шоу. Она у нас автоматом меняет слайды. Теперь мы хотим, например, не зависеть от PowerPoint. Мы хотим использовать какую-то панель или компьютер, может быть, на котором нету PowerPoint. Такое бывает, может быть, какой-то Linux или еще что. В этом случае можно сохранить ваш файл. Сохранить как файл автоматической презентации. То есть, демонстрация PowerPoint. Файл демонстрации. Давайте сохраним его на рабочем столе и посмотрим, как это работает. Вот мы закрыли PowerPoint. Я специально сейчас включил расширение файлов, чтобы увидеть, что получившийся файл имеет расширение PPSX. То есть, это файл трансляции презентации. Этот файл удобен тем, что не нужно сначала запускать PowerPoint, а потом щелкать изнутри него открывание файла. Можно просто два раза щелкать, и ваше слайд-шоу пойдет само по себе. Можно отойти дальше и не следить за ним. Оно будет работать, пока вы не нажмете Escape. Вот оно, видите, по кольцу ходит. Оно по кольцу крутится, работает без нас. Вот Escape. Окей, вот мы завершили в данном случае PowerPoint-трансляцию, PowerPoint-презентацию. Давайте снова откроем наш файл. Однако файл PowerPoint-демонстрации PPSX, он будет работать только тогда, когда все-таки PowerPoint есть на компьютере. А вот если мы хотим, чтобы работало тогда, когда PowerPoint-а нет на компьютере, то нужно использовать опцию экспорта и создать, например, видеофайл. Видеофайл, качество презентации, полное Full HD 1920x1080, не использует речевые сопровождения. Здесь вот, на самом деле, новая настройка показа каждого слайда. Мы хотим, чтобы было 3 секунды. Делаем 3 и нажимаем создать видео. В этом случае создается вот такое вот MP4-видео. Сохранить. Сейчас сохраняется. И создастся видеофайл. Все, видеофайл создался. Мы можем увидеть его вот здесь. Вот он вместе с нашим PowerPoint-шоу. Вот у нас видосик. Давайте попробуем его открыть, что получится. Вот идет наша трансляция презентации. Если мы два раза щелкнем, то это будет на полном экране. Но, как вы видите, в этой трансляции не сохраняются настройки переходов. То есть слайды меняются просто сами по себе. Это надо иметь в виду. Если вы хотите закольцевать это видео, то нужно запустить здесь, поставить галочку «Повтор». Тогда оно будет повторяться. На полном экране у нас повторяется наша презентация. Меняются слайды. Это нужно в том случае, если у вас нет на компьютере PowerPoint-а или это какой-то телевизор. В том случае, если нужны анимации при смене слайдов, здесь уже нужны более продвинутые действия, связанные с созданием полноценной анимации. То есть вот так вот PowerPoint-ом дело не обойдется. Итак, давайте резюмируем. Просто еще раз напомним быстренько. Чтобы сделать презентацию с автоматической сменой слайдов, нужно сначала зайти в пункт «Слайд-шоу», нажать настройкой «Слайд-шоу», перейти в автоматический режим «Полный экран», нажать «Ок». Дальше перейти на пункт «Переходы», выбрать, какой переход будет использоваться, применить его ко всем слайдам, потом выбрать все слайды «Контрол-А» и нажать галочку «После» и установить здесь, сколько секунд будет после показа слайдов переход на следующий. Вот таким образом мы настраиваем автоматическую смену слайдов. Если у вас есть на эту тему какие-то свои советы новые, неизвестные, которыми вы можете поделиться с друзьями, с подписчиками, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Спасибо. Ну что же, вот такое интересное видео у нас получилось про автоматическую смену слайдов. Попробуйте это настроить. Проверьте, как это работает. Если это кому-то будет нужно, то посоветуйте этот ролик, чтобы они посмотрели и узнали, как это правильно сделать. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Помните о том, что я также веду канал «Мудрости» на Яндекс.Дзен. Подпишитесь, там много всего интересного. Всего вам доброго. Пока.